В СМИ все чаще появляются публикации о том, что участились в случае обмана при сдаче в аренду жилья. То арендатор съезжает из квартиры, но отказывается выплачивать долг. То вовсе пропадает или вообще не хочет съезжать, утверждая, что закон на его стороне. Как не стать жертвой недобросовестного квартиросъемщика или мошенников? Об этом наш разговор в студии с Данилом Липатовым, руководителем юридического бюро «Прогрессор». Добрый вечер. Добрый вечер. Нужен ли договор? Самый главный вопрос. Потому что, с одной стороны, владелец вроде бы и хочет себя защитить договором, а с другой стороны, не хочет платить налоги. Ну, по сути, договор-то в любом случае между сторонами будет. Просто вопрос формы договора. Закон не предусматривает, что договор должен быть обязательно в письменном виде. Следовательно, вы можете договориться, удариться по рукам и станете жертвой. Потому что доказывать, на каких условиях вы договорились, придется вам. Поэтому, следовательно, оформить договор именно в качестве документа на бумажном носителе очень важно. Что еще важно учесть? Как, например, защититься владельцу жилья? Какие пункты обязательно нужно вписать? Условия договора, безусловно, срочный договор, бессрочный договор. На каких условиях? То есть стоимость арендной платы в месяц. Плюс, на самом деле, чтобы уминимизировать возможные споры в будущем, важно зафиксировать состояние объекта, когда он сдается в аренду и когда он возвращается. Следовательно... Обе с мебели, например. Ну, как минимум, два акта приемки передачи, где вы будете указывать все недостатки. Таким образом, когда вы получаете обратно квартиру или какое-то строение, вы видите, что износ-то значительно больше того, который можно предположить, то можно говорить уже о причинении ущерба. Но все это будет очень подвешено в воздухе, если у вас все это будет на словах. С другой стороны, ведь не только владелец жилья может оказаться в неприятной ситуации, тот, кто снимает жилье, тоже зачастую не защищен. Может быть, по незнанию? Ну, в договорных отношениях жертвой может быть любая из сторон. Поэтому как раз задача договора прописать все условия, начиная от срока, условий договора, платы, возможности залога, за счет которого можно минимизировать те расходы, которые возникнут у арендодателя в случае, если вещь была испорчена каким-либо образом. То есть все равно самый главный документ между арендатором и арендодателем – это договор. И вот там вы должны отразить все свои пожелания и все свои страхи. Как можно выселить жильцов? Что должно быть поводом? Ну, например, если это задолженность? Ну, давайте исходить с того, что жилец там появился. Появился на законных основаниях. Значит, первый этап, если вы считаете, что договор был нарушен, да, и он не может продолжаться, значит, нужно сделать юридические действия от вступления от договора. Таким образом, мы как бы лишаем вот этого жильца правового статуса, да, правового основания для проживания в этой квартире или доме. Но второй момент заключается в том, что это место, где проживает жилец, который раньше проживал на основании договора аренды, становится его жилищем в любом случае. И, следовательно, жилище, неприкосновенное жилище – это конституционный принцип, и вы не можете просто приехать и выставить его в вещи. И при возникновении спора вам все-таки придется отдельно пойти в суд для того, чтобы истребовать вещи из незаконного владения. Безусловно, это достаточно долго, наверное, дорого и неудобно. Но это тот риск, который заложен, на самом деле, в саму природу арендных отношений. Что касается семей с детьми? Я бы не сказал, что есть отдельная регуляция по семьям с детьми, да, здесь как бы у нас все равны. Поэтому наличие детей не является тем фактором, который усложняет или облегчает позицию сторон. Если договор нарушается, нужно сделать отступление. Если квартира не освобождается, вы идете в суд, и наличие или отсутствие детей, оно будет вторично по сравнению с тем, имеет право человек находиться в данном помещении или нет. Если потом, после того, как суд принял соответствующее решение, вынесло решение, жилец съезжает, а квартира остается в абсолютно разрушенном состоянии. Возвращаемся к началу нашего разговора. Следовательно, очень важно фиксировать состояние данной квартиры, данного объекта, когда вы заключаете договор, с тем, чтобы, когда вот эту разницу состояния, вы могли бы определить как ущерб. Ущерб мы как бы должны зафиксировать, мы его еще должны оценить. И, следовательно, это будет то требование, которое вы предъявите арендатору. Частично оно может быть покрыто залогом, частично, наверное, нет. И, следовательно, вы опять возвращаетесь в плоскость спора и, возможно, судебного спора, если вы не можете договориться. Но самое главное, что не нужно пытаться укрыться, наверное, от налогов, потому что потом, возможно, придется заплатить в 10, а то и в 100 раз больше. Ну, на самом деле, если вы получаете доход, в том числе от аренды, ваша обязанность его задекларировать. Следовательно, в декларации годовой, которую вы подаете, если вы не являетесь физическим лицом предпринимателем, вы должны отразить тот доход. А если вы этого не сделаете, то, на самом деле, налоговый департамент может к вам и предъявить требования, включая пенни за просрочку, ну и в том числе, как бы, и назначить определенное взыскание. Спасибо вам большое. Спасибо.